Пятница, 21.00. Грустная, слабая и беззащитная баба зашла в бар. В 12 ночи веселая, сильная, независимая женщина с мужиком под мышкой вышла из бара. Я трачу деньги на нужды семьи. Но здесь тональник, патчи для глаз и бутылка вина. Семья нуждается в красивой и счастливой женщине. Мы с мужем живем в достатке. То он меня достает, то я его. Тяжело работать, когда шефа нет? Очень тяжело. Даже курить не хожу. Боюсь, что домой уйду. Неделя после свадьбы. Молодая жена своему мужу. Вот что ты за человек! В понедельник макароны ты ел, во вторник ел, В среду и четверг тоже ел. А в пятницу вдруг придумал, что терпеть их не можешь. Разговаривает муж с женой. Муж. Говорят, что наш новый сосед, тот еще Казанова, В нашем доме только с одной женщиной не переспал. Жена. А, это, наверное, с той страшненькой Ленкой с 35-й квартиры. Петя, ты же отлично водишь машину. Как же ты в кювет-то попал? Доедем мы вчера на дачу. А на обочине женщина стоит, полуголая. Ну, жена мне глаза рукой закрыла. Разговор двух приятелей. А я налево хожу, без проблем. Говорю жене, что поехал, типа, на рыбалку. А она не возражает, даже не знаю почему. А ты скажи ей, что поехал на рыбалку, А сам вернись и узнаешь почему. 80% мужчин не знают, это, чего злится жена. Оставшиеся 20% даже не знают, что жена злится. Разговаривают два друга. Представляешь, каждый день с женой ссоры. То постель не заправил, то собаку не выгулил, то мусор не вынес, то зарабатываю мало. А по морде? Да нет, руки, слава богу, она еще не распускает.